Пустое на порожнее Ликвидатора последствий аварии в Чернобыле выселяют из аварийного дома в предаварийный Ремонт, который требует ремонта, как во дворах создают комфортную городскую среду Возможно, он золотоносный, из Барнольского бора вывозят песок уже во вред деревьям Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС хотят переселить из аварийного жилья в предаварийное Официально это называется переселение в маневренный фонд, только наш герой с казенными формулировками не согласен Дом на Тимуровской аварийный, это видно по стенам в подъезде У жителей только один способ не утонуть в плесени, сырости и спасти потолки Бесконечный ремонт Начиная дожди осенью, у меня все тут начинает потихоньку отваливаться, я начинаю это все убирать Начинаю штукатурить по новой, начинаю опять это клеить И оно в течение зимой-то нет, вроде зимой-то, ну у меня-то крыша не очень, но бежит, но зимой нет Весной сильнее начинается, весной опять начинаю это все делать И вот так постоянно у меня ремонт этого потолка Постоянно его подклею, постоянно штукатурю А если бы я не штукатурю, у меня бы тогда тут просвет был У меня бы все пообвалилось Крыша протекала лет пять, а в этом доме Владимир Землянский, участник ликвидации аварии в Чернобыле, живет уже 20 лет Бывшее общежитие давно признано аварийным, но расселением никто не занимался До последнего времени, когда Владимира все же решили отселить в здание маневренного фонда Оно ничем не лучше нынешнего места жительства Вот фрагмент нашего выпуска, посвященный как раз дому маневренного фонда Облупленные стены, иллюзия ремонта и многое другое из того, что можно встретить в подъезде Это, конечно, только внешние проблемы, главное в квартирах Это мне вот такую квартиру взяли, все сломано, все Это я вот, батареи вот у меня были все ржавые Это я уже ремонт тут все покрасила, побелила, это ремонт сделала С той стороны в коридоре там текло все И как там, гнилась, гнилась стенка И у меня вот так вот, вот это вот, все А это что здесь было? Плесень? Плесень, да В такие условия хотят переселить Владимира Я просто вот так хотел высказать администрацию, что так не делается Мы этого не заслужили чернобыльцы Мы там полгода в этой заразе были, и пожалуйста, тебе результат Прежде переселение в маневренный фонд было незаконным Но теперь менять пустое на порожнее никто не запрещает В жилищный кодекс был добавлен в 95-ю статью новый пункт, который позволяет, конечно, у нас переселять жителей В помещение маневренного фонда, который проживает в аварийном жилье, ну не более чем на два года Но в данном случае переселять именно в это помещение на Первый Западный Незаконно мы считаем, потому что помещение находится в неудовлетворительном техническом состоянии В таком же состоянии и дом Владимира Землянского Подняться по лестнице – экстремальное приключение Но зачем оно человеку, который вернулся из Чернобыля? Короче, я был там полгода Мы подвалы чистили, убирали территорию Хотя в подвалах нам давали маски Там больше пяти минут нельзя было Но мы там работали все равно Территорию чистили, полностью энергоблок обслуживали Просто мне обидно, почему мы чернобыльцы И так администрация к нам относится Вот в чем дело По программе «Комфортная городская среда» в Барнауле обустраивают дворы К нам обратились жители дома, у которых во дворе городскую среду обустроили Вопрос только к слову комфорт Комфортная городская среда пришла и в этот двор Жители здесь сложа руки не сидят Говорят, много лет добивались замены асфальта А к ним пришли еще и с идеей поменять детскую площадку и тротуары Мы обращались в районную администрацию, в городскую администрацию Они вчера приезжали, сюда просто посмотрели И определенного ничего нам не сказали Когда это будет, что будет Можно повторить сценарий, отработанный при установке новой детской площадки Когда представителей заказчика работ вообще не было на месте Коллективным прорабом выступали только жители Через неделю приехали, поставили вот эти вот новые конструкции С помощью того, что они к нам обратились, эти поставщики Куда, чего ставить, все это мы им просто подсказали И с тех пор, с прошлой пятницы, здесь все вот так вот закрыто, как есть Вот этой вот ограничительной лентой С дорогой тоже проблемы Целый месяц они асфальт этот прокладывали Почему? Потому что он был в свое время некачественный Работа была халтурная, будем так говорить Вот, потому что пришлось нам через городскую администрацию обращаться Для того, чтобы они то, что сделали покрытие асфальта, убирали Потом заново клали новый Новый положили, но и это не помогло Деньги уходят в землю Ну, здесь образовался провал через некоторое время Ну, машина заехала и провал Провалы жители засыпали и закрыли сами Говорят, комиссия, прибывшая на место, их отметила, так что меры, вероятно, примут Но проблема для одного двора глобальнее Именно у подъезда в подрядчики были вынуждены перекладывать асфальт Ведь ради этого участка ремонт и затевался Потому что у нас проблема задержания сточных вод Или атмосферных осадков Вот возле второго подъезда как раз образуется большая лужа, которая стоит постоянно Вот из этой лужи у нас, собственно, ремонт и был назначен Для того, чтобы вода не собиралась, куда-то уходила Вода, как видно, не уходит Это и есть главная претензия жителей к проведенным работам Они, к примеру, сняли процесс асфальтоукладки Покрытие кладут прямо на старый асфальт, листву и воду После такого, бывает, закрадывается сомнение в способностях подрядчиков Пять лет мы этого добивались С 15-го года мы все на очереди были Вот на этот год, на 20-й, мы попали по этой комфортной среде Ну, и вот они здесь, вот этот участок, сделали дороги Потом, соответственно, им пришлось переделывать, потому что это место было гораздо выше Вода никуда не уходила Но сейчас она, вроде, уходит, когда много соберется Но я не знаю, сколько ей много собирается Это дождь, это не весна Готовое покрытие, вот лужа, ее видно Если мы сюда посмотрим, сами тоже видите качество укладки асфальта То есть лужи практически через каждый метр, вот видно их Как каток проходил вот этими ямками, стиральной доской, так она все здесь и лежит То есть когда будет большой, хороший дождь или весенний поводок Но мы здесь опять будем плавать и к подъезда мы просто не сможем подойти Ведь и подходы к подъездам выполнены, как выражаются жители, корытом То есть чашей для сбора воды Хотя она как раз должна отводиться Да и бордюры, конечно, часть городской среды Да только вот насколько комфортной Во дворе, кстати, вырыли яму, якобы в нее и должна отводиться вода Ну а теперь вот все, мусор сюда сбрасываем А теперь здесь свалка Как давно ее вырыли? Ну где-то как раз это перед 20-ми числами мая Задала вопрос, когда привезут нам песок Она сказала, она говорит, я звонила Богдасаряну, который отвечает за этот песок Он сказал, ну не знаю, когда привезем Может быть, недельки через две Я ее спросила, говорю, вас устроил такой ответ? Она помолчала, все Жители говорят, смета у них на руках Согласно документу, работы здесь не завершены Здесь вообще отсев должен быть Порядка 20 кубов, ну два КАМАЗа, грубо говоря, отсева Здесь еще также не выполнены тротуары асфальтобетонные С бордюром Там порядка, так как у нас нет плана до сих пор, где должны тротуары находиться Тут порядка 93 квадратных метров тротуаров На все наши вопросы, а почему нет песка отсева, дорожки почему не выполнены Ну, никаких вразумительных ответов мы не получили Есть ответ на вопрос об асфальте В официальной бумаге, так и говорится, по состоянию на 3 июля Работы по ремонту внутридворового проезда, выходов подъездов и тротуаров завершены Правда, в случае выявления дефектов можно воспользоваться гарантией Судя по увиденному, даже нужно Если, конечно, ответственные чиновники видят то же, что и мы Жители этого дома проблему понимая, снова повторяют традиционный для барнаульцев вопрос Куда смотрит власть? В барнаульском бару уже подкапывают деревья Настолько людям необходим тот самый боровой песок К нам обратился житель поселка Южный Который уверен, такой аппетит уже опасен не только для леса, но и для жизней Въезд на улицу Лесосечную и здесь вывеска, правда трудно читаемая Выбор грунта запрещен и тут же предупреждают о возможных санкциях Но людей это не останавливает Боровой песок вывозят практически полными багажниками Ну я наблюдаю это два года, значит, ездя здесь на велосипеде, значит, или прохаживаясь Это спортивной ходьбой занимаюсь Тут как раз вот она идет, трасса Мариера Вот, мимо, значит И постоянно здесь находятся копатели, значит У меня такое впечатление, что этот песок, он золотоносный, наверное Потому что с таким усилием его, значит, грузят в мешки, закапывают, значит Подкапывают деревья, значит, все так И так вдоль дороги Где-то открытые месторождения скрывают кусты Житель Южного Борис боится не только за деревья, но и за здоровье детей Тут же играют дети, вот видно, значит, дети тут себе что-то соорудили, значит И тут же уже подкопанные деревья, значит, которые вот-вот уже, наверное, должны скоро падать Как нам сказали в Минприроды, этот участок леса принадлежит администрации города Мы уже сделали свой запрос и ждем ответа Если вас беспокоят коммунальные проблемы, обращайтесь в нашу передачу Оставляйте заявки на сайте, звоните по номеру телефона Мы приедем, осветим вашу проблему И, возможно, это поможет в ее решении Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»